Всем привет! С вами Дэн. И, собственно, сегодня у нас такой специальный выпуск. Сегодня говорим о самых доступных часах Rolex. Ну, понятно, с долей условности, поскольку часы Rolex не такие уж и доступные. Но, тем не менее, знаете, как показывает практика, многие не совсем адекватно представляют себе, сколько же, собственно, стоит Rolex. И сегодняшний выпуск будет состоять, собственно, из нескольких частей. Во-первых, мы посмотрим, сколько Rolex стоит в ритейле российском по состоянию на апрель 2020 года. И, во-вторых, мы посмотрим, сколько же, собственно, Rolex стоит, например, на сайтах-дискаунтерах в США. И, собственно, является ли Rolex, скажем так, исключением из правила? И ритейловые цены на Rolex везде примерно плюс-минус одинаковые. И имеет ли смысл вообще возить Rolex, например, из-за рубежа? Или же стоит лучше всего, приятнее всего и надежнее всего, например, купить Rolex, ну, скажем, у официального дилера? На самом деле вопрос нетривиальный, удивительный. И особенно нужно учитывать, что Rolex, пожалуй, одна из немногих, их очень мало, этих брендов, у которых нет существенных скидок даже у серых дилеров, даже не на самые ходовые модели. Это уникальная ситуация. О ней, может быть, как-нибудь отдельно поговорим. Это, конечно же, сила маркетинга и адекватность тех людей, которые занимаются продвижением Rolex, безусловно. Ну, и еще хотел бы как раз важный момент отметить, что, пожалуй, Rolex – это те часы, одни, опять же, из немногих, цены, которые растут каждый год, несмотря на какие кризисы. Ну, об этом, может быть, тоже немножко отдельно. Итак, топ-5 на апрель 2020 год. Что я решил сделать? Конечно же, нужно зайти на сайт официального дилера в России, это Mercury, и посмотреть, собственно, какие у них цены. Естественно, поскольку ролик снимался в апреле, то, ну, понятно, что здесь уже учтены скачки курса рубля, и понятно, что курс рубля уже не тот, что был, например, в начале марта. Но не бойтесь, для тех, кто не очень умеет пользоваться Google, калькулятором, сайтом Банка России, например, я чуть-чуть позже переведу рублевые цены в долларовые, для того, чтобы мы могли их сравнить с зарубежными ценами. Ну, ладно. Что же может быть самая дешевая? Как вы думаете? Ну, например, стальной Oyster Perpetual или стальной Air King? Ладно, не будем гадать, Oyster Perpetual действительно самая доступная модель из Rolex, если так можно сказать. Здесь есть модельки небольшие, 34 мм, все-таки это, на мой взгляд, женский вариант. Давайте посмотрим что-нибудь такое, как это сказать-то, Unisex. Unisex, например, 36-й Oyster Perpetual. Сколько они у нас стоят? 418 тысяч рублей. 418 тысяч рублей, 36 мм, стальной корпус, ну и, собственно, вот у нас механизм 31-30, в общем, 100 метров водонепроницаемость. Кому интересно, заходите и читайте. Кстати, для особо одаренных, которые вдруг посчитают, что этот ролик рекламы Меркури. Я, знаете ли, был бы рад снять рекламу Меркури, но вот, к сожалению, не обращались, поэтому это ни в коем случае не реклама. Итак, запоминаем, 418 тысяч, 500 рублей. И, кстати говоря, знаете, что важно? Попробуйте позвонить по телефону в любой дилер, да, и спросите какой-нибудь скидосик. Знаете, что вам скажут? Скидок на Rolex уже много лет нет. Ну ладно, смотрим, значит, размер что-нибудь, что-нибудь 39 мм, 39 мм, 442 тысячи рублей. И, для примера, я могу сказать, что до обвала курса рубля, ну, если мы возьмем падение курса рубля на 15%, да, например, с начала марта, да, где-то, то считайте, что это было где-то 360 тысяч рублей. Очень быстро повышают цены. Rolex, грубо говоря, это вам не какой-нибудь там, в кавычках, подставьте любой бренд, который будет держать цены просто потому что, ну, потому что спрос вполне. Здесь все нормально, все равно, все равно Rolex будет покупать. 442 тысячи. И здесь у нас, соответственно, появляется номер один из нашей топ-пятерки самых доступных Rolex. Это, конечно, Oyster Perpetual. И вот у нас две такие, ну, достаточно универсальные модели практически на любой запястье. Конечно, многие скажут, что 39 мм маленькие, но я вам напомню, что самые популярные часы в мире, а именно Rolex Submariner, 40 мм в диаметре. Кто же у нас на втором месте? Давайте, ну, идем обратно, идем обратно и смотрим, и смотрим. И я думаю, что это должен быть либо... Да ладно, что я говорю, я же уже знаю, какие. Я же уже знаю, и это, конечно же, это, конечно же, знаете что? Эксплорер. Вот кто бы подумал на самом деле? Эксплорер. Причем, конечно же, эксплорер, который называют еще иногда первой, такой без безеля, да? И здесь эксплорер 39 мм и 499 500 рублей эти часы стоят. Соответственно, вот у нас характеристики. 31-32 механизм, тоже 100 метров у нас. Забегая вперед, скажу, что эксплорер, наверное, это Rolex, который мне нравится больше всего. По-моему, это самая такая универсальная модель с таким легендарным дизайном. Классная, универсальная. Мне вообще реально очень нравится, очень нравится. Ну что же, дальше. Идем дальше. Кто там у нас конкурент? И я вам скажу так. Интересно, но у конкурента цена абсолютно такая же. И это Rolex Air King, который, когда он только вышел, был рынком воспринят не очень хорошо. По сути дела, это, в общем-то, тот же эксплорер, только с немножечко другой разметкой. Тоже тут с 499 500 рублей. 40 миллиметров. Ну, собственно, сейчас коллекционеры уже немножко по-другому к нему относятся. Но, тем не менее, нельзя сказать, что это прям какой-то хит от Rolex. Но, тем не менее, видите, как 499 тысяч здесь, 499 тысяч здесь. Кто же у нас идет дальше? И, конечно, здесь гадать не стоит. Это должен быть Rolex Dayjust. Модель очень похожая на Oyster Perpetual. Просто у нее есть еще... Вот если у нас Perpetual мы посмотрим, здесь даты нет. А в Dayjust как раз у нас есть дата. Ну, давайте мы ее, собственно, найдем и посмотрим. Но Dayjust осложняется тем, что очень много моделей в золоте, бикалорных. Поэтому нам нужна моделька в стали. И, естественно, их будет несколько вариантов. 36 миллиметров. И что там еще будет? Вот видите, золото, золото, бриллианты. Нам это вообще нифига не подходит. Вообще нифига не подходит. Вот она сталь. Но это 31 миллиметров. Это явно женские часы. 36 миллиметров сталь. Поехали, смотрим. 549 тысяч 500 рублей. Есть уже лупа. Или циклоп, как его можно еще назвать. И дата есть. Ну, и чтобы вы не гадали, я сразу решил показать, что у нас, собственно, модель 36 миллиметров 549 тысяч рублей. А 41 миллиметр, уже такие совсем мужская модель, это, конечно, 615 тысяч рублей. Кстати, напишите в описании к этому ролику, в комментариях, конечно, 36 миллиметров это унисекс, женский или мужский. Только вот адекватно, так вот. Не с точки зрения, что брутальные часы это 50 миллиметров. Мои еботы. Не, ну вы напишите просто вот действительно, как вы считаете. Потому что я знаю, что очень многие берут 36 миллиметров как костюмник и супер. Ну что, идем дальше. Как вы думаете, кто там? Кто там? А? Кто там? Милгаус? Знаете, я тоже думал, что Милгаус, но нет. Но нет. Это великие и ужасные. Субмаринер, конечно же, стали 40 миллиметров, которые вам сразу не продадут, потому что на него еще есть очередь. 615 тысяч рублей. 40 миллиметров, кстати говоря. Если кто вдруг не знал. Ну что, а вот что касается Милгауса, что касается Милгауса, то он на самом деле дороже. Я здесь у нас хотя топ-5, но вот пусть будет шестой. И у нас Милгаус стоит 647 тысяч рублей. И для того, чтобы было все наглядно, я подготовил еще табличку. Соответственно, у нас здесь вот эти вот 6 моделей. И по курсу на 14 апреля, ролик снимается 14 апреля, когда он выйдет, ну, видимо, немножко позже, курс, ну, такой взял 73 рубля. Итого мы получаем, что самый доступный ролик это 5700 долларов. Explorer 6700, Air King тоже 6800, Dayjust 7500, стальной саб стоит уже 8400, и Милгаус немножко дороже 8800. Ну и что, собственно, по поводу западных, так сказать, дискаунтеров, да? Я выбрал, наверное, самого популярного, самого известного, этот же Mashop. И вот отсортировал здесь все подряд по самой низкой цене. И здесь есть вот такие BU-модельки, да? Ну и, собственно, есть вот 34 миллиметра, 34, нам это неинтересно, 34, вот тут какие-то совсем уж маленькие модели. Ну, так, что тут? Вот есть 36 Perpetual, да? 5200. Ну, это предыдущая модель с адским цветом циферблата. Вот сидим, короче говоря, как вы видите, около 5400. Это 36 миллиметров. Смотрим на то, что продают в ритейле, у официального дилера 5700. Ну, как говорится, вопросов нет, потому что пошлина, потому что доставка, или если вы сами поедете, ну, опять же, это все как бы вообще абсолютно не стоит там 200 баксов, и это вообще не деньги, если вы покупаете часы за полляма 200 баксов. Серьезно. Даже BU Oyster Perpetual у них стоит 5700. Как у нас новый. 36 миллиметров, правда, но если мы возьмем 39, 442 тысячи, ну, там 500 баксов разница даже меньше. Ну, что-то не вариант. Ну, ладно, я решил, что джимашопа будет мало, и вот еще вот Shopping, тоже сайт крупного дилера такого, который еще и дискаунтером является. Вот здесь только новые Rolex. Ну, давайте смотреть, что у нас есть. Тут вот то, что в наличии, да, вообще есть. И вот он, Perpetual, самый первый. Он у них как на распродаже 4700. Это типа Sale. Perpetual. И давайте посмотрим. А, это Ladies. Это Ladies, это значит маленький. А где же у нас большой? Интересно, интересно, интересно. 34 миллиметра, 26, 34. И все они out of stock. Их даже еще нет. 31 миллиметр, 5,700. Так, так, так. Ну, что? Вот, 36 миллиметров, 5,749. Это, по крайней мере, у них в стоке есть. 39 миллиметров, 5,800. Ну, собственно, возвращаемся сюда, и получаем, в общем-то, очевидную картину, что даже с учетом падения курса рубля, в долларах цена у нас такая же, как у, в общем-то, серых дилеров в США. И отсюда, в общем-то, необычный, абсолютно необычный вывод в том, что Rolex проще покупать у официального дилера, причем по месту проживания, если так можно сказать. И на этой, наверное, фантастической ноте ролик можно закончить. И я бы вам еще так добавил, что... Кстати, напишите в комментах, какие еще бренды. Я, честно говоря, даже затрудняюсь сказать, кроме, наверное, топовых свисов, типа Patek, Philippe. Возможно, возможно. Но я еще с этим не разбирался. У кого еще такие же цены, скажем, у официального дилера, это аналогично ценам, как у дискантера. Очень интересно. Давайте обсудим, давайте поговорим. Ну что, на этой ноте я заканчиваю. Всем здоровья, всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.